один из самых старинных районов города место где уживаются все эпохи от царских времен до наших дней активно район смотрит и будущее я приехала на виз чтобы показать самые необычные места возможно где не бывали даже коренные екатеринбуржцы меня зовут софья чугайного навигатор life ну что погнали сегодня мы погрузимся в прошлое забилось электрическое сердце города изучим мир уличного искусства кого нет ни в одном городе россии увидим корову парящую в небе эту коровушку можно доить порисуем алкогольными чернилами на пицца можно случайно можно один раз и устроим аварию ой я сломала конус ну что мы сели уже в трамвай это единственный общественный транспорт на котором можно добраться до нашей первой локации туда можно доехать конечно же еще на машине но я советую выбирать именно трамвай потому что именно на нем можно прочувствовать атмосферу еще в самом начале пути сейчас я услышала объявление о том что оплату за проезд принимает водитель а все потому что в трамвае напросто нет кондуктора мне кажется это связано с тем что маршрут не особо пользуется популярностью уходят по этому маршруту всего два трамвая раз в 20-30 минут вот мы едем туда где жизнь будто бы остановилась а именно на большой конный полуостров сели мы в центре виза где много людей машин городской шум буквально 10 минут и трамвай углубляется в плотные заросли кустарника и движется параллельно узкой дороге вдоль водохранилища это наверное один из самых медленных трамваев кажется что он везет тебя не в соседний район а в какое-то далекое от цивилизации место так ну что мы уже приехали первым делом что мы увидели эту табличку на остановке зеленый остров это еще одно название большого конного полуострова также его называют куба местная уральская такая куба меня зовут татьяна я экскурсовод гид и вот эта точка мне интересно тем что необычный екатеринбург и тем кто уже присытился нашим прекрасным городами хочет чего-то особенного то мы едем вот сюда словно на машине времени отправляемся в недавнее прошлое вокруг нас старые советские постройки среди них величественно выглядывает пожарная башня мы попытались найти вход но к сожалению замело все снегом и внутрь попасть не удалось и все же как и почему здесь стали жить людям все благодаря вот этому красивому старинному зданию это электроподстанция бывшая которые построили здесь если не живой с 30-х годах она обеспечивала когда-то электричеством весь екатеринбург но в 60-х она немного и морально физически подустала и и закрыли и сейчас здесь насколько мне известно находятся офисные помещения и склады тогда газета уральские рабочие писала что такое здание красивая как игрушка только что вышедшая из мастерской она еще и внутри шикарно отделана но внутри смотрится как клуб по этой эстакаде вот ее видно здесь до вагончики с торфом поднимались и снабжали электростанцию но самое главное забилось электрическое сердце города электростанция была названа в честь куйбышева здесь даже есть его памятник но выглядит он немного непрезентабельно местные зовут его куйбышев арматурные руки никак не могу привыкнуть к тому что мы находимся в пределах екатеринбурга всего в 7 километрах от центра но будто бы совершенно в другом мире с другой культурой с другими строениями с другими видами и это так все завораживает что просто ходишь и глаз сцепляется за каждый момент за каждую детальку всего здесь сейчас около 20 домов но часть из них уже приходит в негодность но тем не менее они строились на каменном фундаменте сами были деревянные резьбы опять же присутствовали бараками такие дома не назовешь мне действительно до сих пор еще в хорошем состоянии что самое шикарное было в этих домах был водопровод тогда в свердловске водопровод еще не было а здесь открываешь кран лежит вода и теплые уборные вау посмотрите что я нашла вы вообще такое видели это настоящий таксофон давайте проверим на вот это он алло 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 очень жалко но будков никаких нет но ничего страшного мы сюда приехали не звонить а примеру сделать красивое салфи тут будет прям вообще отлично клуба это полуостров контрастов если справа от меня расположилась советское коричневое темное здание то слева мы видим новую современную яркую цветную кубу это пляжный комплекс который построен был здесь совсем недавно несколько лет назад мне сейчас очень хотелось поплавать но зимой понятное дело по каким причинам они не работают так что пойдемте пока дальше смотреть что еще здесь есть интересного какая же куба без пальм кокосов бананов поэтому конечно местные жители здесь создают свой колорит есть у нас такое стихотворение шуточная с нашим уральским юмором александра аксёнова наша поэтесса называется она отвези меня на кубу не дари мне милый шубу из несчастной мертвой норки не дари мне цацок пестрых что купил ты у барыг отвези меня на кубу на трамваи две однерки на зеленый полуостров на неделе полторы встретить сдержанной улыбкой одичалый большеконный я хочу чтобы искусно коренные алкаши нам сказали без ошибки за бутылку самогона о власти и муча густо за пузырь но от души еще один интересный факт раньше здесь была узкоколейка по которой ходили вагонетки возили торт для электростанции но потом надобность пропала так как электростанция закрылась и эту ветку передали гор властям по которой они уже и пустили этот одиннадцатый трамвай раньше здесь не было кольца для разворота поэтому здесь ходили такие составы двухсторонние то есть начали в одну сторону потом здесь же остановился и поехал в другую сторону мы уже находимся на площади субботников за моей спиной расположилась проходная одного из самых старинных заводов екатеринбурга это верхесецкий металлургический завод этот завод функционирует до сих пор он пережил самые самые сложные вообще моменты своей истории даже в 1920 году насколько мне известно завод хотели закрыть но сотрудники начали протестовать взяли сами завод в аренду и только благодаря им завод функционирует до сих пор а напротив проходной расположился дворец культуры верхесецкого района это один из самых красивых дворцов таких насколько я знаю в стране всего 265 но наш говорят самый-самый красивый за проходной заводы спрятался необычный храм с восьмиконечными крестами это единственная старообрядческая церковь екатеринбурге мне даже удалось поговорить с настоятелем храма и попасть на службу численность общины если брать списочный карточный состав которые подаются о здравии и за упокой это порядка тысячи человек на службу приходит в районе 100 плюс минус зависимости от значимости праздника конечно в храме сейчас у нас максимум 180 человек за мою бытность было но тогда уже люди молятся на крыльце стоят во всех притворах пределах но это в основном троица пасха рождество христово мужчины с бородами женщины в особых платках заметила что почти все прихожане здесь носят тапочки а нас попросили надеть бахилы все потому что в церкви много старинных икон их берегут от грязи и пыли обычному обывателю сложно сразу ловить разницу между православием и старообрядчеством но она есть если старообрядцы испокон веков молились молиться всегда двуперстно в новообрядчестве появилось трехперстное крестное сложение это вот одно из отличий следующее отличие мы во время всех таинств ходим всегда по салоне то есть след за солнцем то есть по движению солнца по часовой стрелке здесь же в районе площади субботников находится столовая у старого завода вы спросите ну и что такого а я отвечу это самая старая столовая в городе я уже как раз проголодалась предлагаю отведать чего-нибудь вкусненького я взяла котлету с пюрешкой пиццу и компотик мне обошлось это всего 200 рублей цены достаточно приятные ну что начинаю кушать мне приятного аппетита если вдруг вы тоже смотрите меня за приемом пищи тоже приятного аппетита представление многих екатеринбург является суровым промышленным городом с неулывающимися людьми но это совершенно не так столица урала еще не вас на является столицей российского стрит-арта и виз того не исключение я левша шахов исследую уличное искусство публикации про екатеринбургский стрит арта занимаюсь как раз развитием и исследованием екатеринбургского уличного искусства екатеринбург особенно выделяется отношением горожан и отношением медиа к этой теме то есть такого нет ни в одном городе россии чтобы так активно поддерживали рассказывали интересовались памятник эпохи это же наташа пастухова сделала в двадцатом году посвятила работу пандемии коронавируса если помните такое время тогда казалось уже ужасом сегодня очень многие с теплом вспоминают как клево было полежать дома немножечко поваляться так вот наташа вспомнила как все заперлись дома оказались наедине с собой кто-то кто чем занимался да кто-то у заказывался пиццы кто-то работал кто-то смотрел сериальчики вау вы просто посмотрите насколько это выглядит реалистично будто бы настоящий пластилиновый человечек размером с целое двухэтажное здание это работа одного московского художника и он работает как раз таки в необычном стиле называется пластилиновый реализм вначале художник рисует на бумаги скис потом лепит на пластилине и только потом уже свои наброски переносит на стену на верхи сетском пруду ночью весной прошлого года появился индустриальный младенец арт-объект вызвал бурю эмоций среди екатеринбуржцев одни бросились критиковать гигантскую голову другие увлеченно придумывали новые смыслы и ассоциации мне очень нравится когда берегут и восстанавливают старинные постройки как раз мы находимся около выставочного комплекса синара центр эти здания были построены еще в начале 19 века раньше здесь был госпиталь потом поликлиника потом травмпункт и уже только в девятнадцатом 2019 году здесь открыли выставочное пространство до этого здания было разрушено примерно на 80 процентов но его полностью восстановили как говорится раньше здесь лечили тело сейчас здесь лечат душу это работа наших уральских авторов это художественное объединение гуй которые создали работу которая называется островыми или коровушка и здесь мы видим корову подвешенную парящую воздухе левитирующим и двух ее детенышей которые несколько отличаются от привычных маленьких телят но да но мы с вами не забываем что мы находимся в стране грез мечтаний и фантазии художники ассоциируют эту коровушку с планеты земля и если помыслить вот землю в виде такой большой коровы то наш уральский регион им видится в виде вот этого медного вымени самое интересное что она интерактивная эту коровушку можно доить в галереи есть инсталляции арт-объекты живопись графика и видео известных российских художников здесь щебечут птички за столом переговоров а тут девушка с лебедями вместо рук честно признаюсь от современного искусства я далека но очень уж интересно насмотрелась я на чужие работы и самой захотелось творить а тут рядом как раз изо студия сегодня мы рисуем не обычными красками а спиртовыми чернилами для этого нам понадобится сами чернила кисточки технический спирт и самое необычное фен если мы сейчас нальем сюда чернила и вот так вот включим фен наши чернила просто напросто возьмут и вот так вот разлетятся нам этого не надо то стену включаем немножечко сбоку и вот так начинаем вести у нас сразу же начинается здесь движение какое-то задача проста вылить чернила на холст и высушить феном ну попробуем желательно так да все таки не забывать по поводу то что это спирт конечно конечно сразу запахло на пиццу можно случайно можно один раз нет это технический спирт и изопропиловый спирт поэтому конечно мало того что на пицце не надо дышать тоже через раз вот ну конечно в таких вот объемах которым с вами рисуем опасности нет здесь можно отбросить аккуратность и забыть про перфекционизм спиртовые чернила как говорит мастер прощает все это прям для меня так ну что моя птичка жива здорово вроде получилось несколько часов прошло и вот такая вот интересная картина у меня вышла вот был мой референс похоже не похоже решайте сами но мне очень понравилось очень было интересно необычно еще одно излюбленное место горожан это екатеринбург арена привлекает стадион не только болельщиков очень часто здесь признаются в любви поздравляют кого-нибудь с днем рождения или узнают пол малыша евгений прошкин председатель правления союза болельщиков урала у нас очень богатая история в футболе то есть это все-таки один тот же урал не помню с 19-го года что с 19-го года история урал урал маши да на тот момент и безусловно это уже несколько поколений болельщиков то есть даже на самом стадионе там среди болельщиков можно видеть как там прадед сперва привел там своего уже там деда до текущего потом дед привел своего сына тот своего внука и то есть они целыми там диаспорами не диаспорами династиями приходят на стадион и это замечательно здесь да я бы подчеркнул что вот как раз таки вот екатеринбург в отличие там от той же москвы там не знаю там санкт-петербурга это все таки не агрессивный болельщик то есть это именно семейный характер болельник в 2011 году центральный стадион открылся после реконструкции но буквально через год стало известно что в екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира по футболу поэтому стадион снова перестроили чтобы на этот раз он соответствовал требованиям фифа что тут сказать если смотреть на наш стадион сравнение там с другими городами которые принимали чемпионат мира по футболу безусловно опять же архитектура наш выделяется то есть если все те по какому-то одному шаблону там грубо говоря взяли палку колбасы от нее отрезать по стадион они примерно одинаково всего лет наш конечно благодаря вот этим необычным пристройкам необычным трибунам он конечно выделяется на общем фоне и если ну грубо говоря в семнадцатом восемнадцатом году когда только запустили текущий формат это все в принципе наверное ненавидели либо считали чем-то несуразным кто-то приезжал говоришь ну это совсем смешно то сейчас я думаю что это уже стало какой какой-то частью нашего города и если там на первые два-три года все время было планирование что давайте уберем вот эти дополнительные трибуны сейчас это уже во первых разговоров не ведется да и в принципе болельщик уже принял и так или иначе все таки есть какая-то надежда что когда-то наш стадион будет полный и вот эти дополнительные трибуны они как раз и будут играть ту дополнительную поддержку помощь для того чтобы вместимость была ну намного больше так скажем заканчиваю я свое путешествие картингом да не обычным а на льду это единственное место в екатеринбурге где можно покататься на электрокарах это для меня что-то новенькое грех не попробовать левую ногу сюда перекидываешь и садишься левую сюда перекидываешь ногу и все и садишься на правая педалька у нас газ как на обычной машине с автоматом левая педаль тормоз но сегодня он нам практически не понадобится но не бояться газу 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 не рассчитала я я сломала конус и нам удалось собрать просто уникальный продукт первый собственно в стране электрический карман зимний шасси с очень интересной управляемости очень быстро он гораздо легче идет по снегу вот плюс по льду у него управляемость еще лучше чем у обычных машин если вы ни разу не катались на картинге я вам это очень советую тем более на льду походу у меня новое хобби появилось вот такие они жители виза классный район со своим характером и колоритом день прошел незаметно пожалуй вернусь сюда еще и летом еще и визу их декор 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 декор